До непогоды южноуральцы успели насладиться жарой. Челябинцев потянуло на озера. На городских пляжах, несмотря на пандемию, в выходные было не протолкнуться. Причем даже там, где купаться вовсе запрещено. На каких берегах лучше не отдыхать и как следят за безопасностью на воде в Челябинске, расскажет мой коллега Денис Киселёв. Там, где пространство побольше, проталкивает туда ребенка, сами через забор перебираются. Таким образом, челябинцы пытались попасть на пляж. Сотрудники МЧС все выходные дежурили на озере Смолино. Но люди и слышать не хотят, что купаться здесь запрещено. Толпа на берегу и в будний день. Никакие объяснения не способны вразумить горожан. Здесь везде по береговой линии расположены аншлаги. Купаться запрещено. Вы знаете, почему так? Вы знаете, у нас лёгят бумагу. Приказы один дурней другого. Требования МЧС ради блага самих людей. Купаться здесь опасно для здоровья. Роспотребнадзор категорически круглый подвес берет воду на пробу и дает заключение, что купание здесь невозможно, потому что загрязнённая вода. На эту территорию выходят с Ленинского района трубы городской ливнёвки. И практически загрязнена вода. Кроме пляжа «Восход» на озере Смолино под запрет попали ещё 26 челябинских мест для купания. В их числе несколько карьеров и пляжи на городских озёрах. Зелёный свет отдыхающим дают для водных процедур на шести муниципальных пляжах и шести частных. Их выбирают ответственные челябинцы. На разрешённых пляжах будут дежурить 100 матросов-спасателей поисково-спасательной службы. Ещё четыре мобильных бригады отправятся патрулировать запрещённые для купания места. Проследить за безопасностью горожан потребовала от подчинённых мэр Челябинска Наталья Котова. Жители города на пляже идут. Поэтому ваша задача сейчас организовать все посты, то есть и мобильные бригады, для того, чтобы максимально все профилактические меры были приняты и жители не пострадали. Найти список разрешённых пляжей можно на сайте Челябинской мэрии. Денис Киселёв, Антон Щербинин, ОТВ.